США не место в Сирии за что? CNN Упрекнул Россию 24 октября 2019 года газета RU США не место в Сирии, за что? CNN Упрекнул Россию CNN Упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии и американский телеканал CNN Опубликовал материал, в заголовке которого США названы самыми большими проигравшими в ситуации, которая разворачивается в Сирии. Журналисты отмечают, что соглашение Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана не предполагает американского участия в разрешении военного конфликта на севере Сирии. США больше всего проиграли в ситуации с турецкой операцией в Сирии, считает CNN. Такой вывод американские журналисты сделали после проведенных в Сочи шестичасовых переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Издание отмечает, что Путин и Эрдоган обнародовали меморандум о взаимопонимании, состоящий из десяти пунктов, из которого якобы следует, что американцам нет места в формировании будущего Сирии. Россия и Турция объявили о широкомасштабном соглашении, которое затрагивает главную турецкую проблему – присутствие курдских сил, YPG, отряда народной самообороны, вблизи их границы. Но оно также признает главный страх курдов, что поддерживаемые Турцией сирийские повстанческие группы могут развязать кампанию этнической чистки против них и других групп меньшинств, говорится в материале. Главам двух государств удалось договориться о том, что 23 октября Россия введет свои подразделения военной полиции на территорию Сирии в районе границы с Турцией. Но за пределами зоны операции «Источник мира» передает РИА новости. Вместе с тем туда будут направлены и подразделения сирийской пограничной службы. CNN в своем материале утверждает, что это соглашение добавило унижение США. Именно Сергей Шойгу, министр обороны России, фактически заявил, что американцам пора покинуть Сирию, считает издание. Россия и Сирия, согласно договоренностям, будут способствовать отводу курдских формирований, которые в Турции считаются террористическими, на 30 километров от границы. Процесс должен завершиться за 150 часов. После этого российские и турецкие военные проведут совместное патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и востоку от района операции «Источник мира». Как отметил Эрдоган, турецкие власти будут следить за отводом курдских формирований. YPG должны уйти от 30-километровой зоны на юг. Мы обсуждали с президентом РФ Владимиром Путиным, не выйдет ли так, что члены террористических организаций, сменив название и переодевшись в форму сирийского режима, останутся на этой территории. Он сказал, этого не допустим. Мы будем следить, сказал он, возвращаясь из Сочи. Вместе с тем главы государств подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Арабской Республики, а также обеспечению национальной безопасности Турции. Как отмечает CNN, было также неясно, распространяется ли соглашение на всю длину турецко-сирийской границы или только на районы, где сирийские курды осуществляли контроль. СМИ также отмечает, что под контролем Турции останутся ранее занятые ею территории. В среду, 23 октября, Минобороны России опубликовала карту выполнения российско-турецкого соглашения по Сирии. Согласно документу, опубликованному на сайте ведомства, пограничная служба Сирии расположит на границе с Турцией 15 своих постов. Тем временем Германия намерена обсудить с европейскими партнерами соглашение, заключенное Путиным и Эрдоганом, передает РИА новости. «Мы занимаются анализом деталей соглашения. Многие вопросы в нем остаются открытыми. Эти важные вопросы мы вместе с европейскими партнерами будет обсуждать с Россией и Турцией», заявил официальный представитель Кабмина ФРГ Штефен Зайберт. По его словам, решение сирийского кризиса не ограничивается Россией и Турцией. Над событиями, развивающимися на севере Сирии, должна, как сказал политик, работать и Европа, так как она близка территориально. Говоря об оценке договоренности в целом, Зайберт заявил, что любые договоренности, которые ведут к продлению перемирия или деэскалации конфликта, можно только приветствовать. Несколькими днями ранее было также заключено соглашение между Турцией и США. 17 октября власти этих стран заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции «Источник мира». Эта приостановка должна была действовать 120 часов. Кроме того, стороны договорились о выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны. По мнению генсека НАТО Йенса Сталтенберга, именно это соглашение значительно снизило насилие в регионе. 9 октября Реджеп Таип Эрдоган сообщил о начале проведения турецкой операции под названием «Источник мира». По его словам, она позволит создать так называемую зону безопасности на севере Сирии. В ней, уверен глава Турции, можно было бы разместить всех сирийских беженцев, которые находятся на турецкой территории. Кроме того, эта операция обеспечит и безопасность для самой Турции. Против этих действий выступил ряд европейских стран, а также США. Однако на упреки Евросоюза, Эрдоган ответил угрозой. Он предупредил ЕС, что может открыть границы для сирийских беженцев, чтобы те могли беспрепятственно попасть в Европу. Ангелина Мельченко. Право на данный материал принадлежат газета. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.